говорите да есть какие-то вопросы по поводу вчерашнего но поделитесь впечатлением я пришла рассказала говорили я с ним поделилась и конечно он говорит это все была теория вот только как это все практически реализовать как элементарно опять же таки библию читать да вот мы сегодня пыталась на стульчик посадить криков было столько что мама дорогая думаю не буду на стульчик сидит но там под комнате как бы пыталась ласково пока по жопе не получила вот ищем мистер было хорошо еще узнать как это все в практике нет не осталось но я думаю что это это процесс с ничего сам с от первого раза слушайте у меня заводит это нормально да я думаю что со временем ну конечно есть различные семинары по поводу да как как практически это сделать но я думаю что это все решаемо с господом господь дает нам мудрости и он дал нам дух святой и дух святой писание говорит что он наставит вас на всякую истину да потому что он никому не даст больше чем мы сможем перенести ли что вы сможем ну потерпеть и есть еще кто то поделиться до микрофон потому что на запись идет для меня вчера было откровение вот когда вы говорили и сайт 28 глава мы читали 9 10 стих а мальчика который рождаются и которую вроде ничего не понимают физически но понимают духом но если я когда утром встава у меня нету грудничков но софия стала сразу провоцировать и вот эти слова которые вчера говорились все заповедь на заповедь заповедь на заповедь правила направила правила направила тут немного там немного и я поняла что самое главное вот как вы вчера сказали выбрать позицию быть на наставником вот то что вы вчера сказали слова я тебе уже 10 раз говорила честно говоря я это в жизни применяла я настолько уставала я типа уже говорила уже 10 раз и сто раз и вчера когда я услышала для меня это было большой помощи я сегодня думаю хорошо если не хватит терпением буду просить долго терпения работает правильно откровение божье и снова больше работает правда я очень благодарна 8 лет правда я к сожалению вроде как ходили в церковь но и дети родились вроде как в церкви но на самом деле мы не были заняты воспитанием духовным стиль это вот и конечно время много потеряно слава богу что вот 8 лет лучше сейчас что понять спасибо большое это очень очень вдохновляет правда вас приветствуем давайте еще раз откроем мы продолжим наше учение и начнем откроем еще раз псалом 77 4 5 6 7 стих не скроем от детей их возвещая роду грядущему славу господа и силу его и чудеса его которые он сотворил он постановил устав в ракове и положил закон в израиле который заповедал отцам нашим возвещать детям и чтобы знал грядущий род дети которые родятся и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на бога и не забывать дел может и хранить заповеди его все с ну можно еще один тогда не быть подобными отцам и роду упорным и ненежным устроенному сердцем и неверном богу спасибо большое смотрите что мы здесь видим мы здесь видим что господь наставляет в том чтобы мы учили детей наших и если вы следили внимательно проще почитайте пожалуйста сколько поколений описывает вот это местописание которое мы сейчас прочитали кого мы видим здесь отцы дети потом отлично потом чтобы они еще возвещали детям своим и в начале якоб пять пять поколений видите что здесь господь о это как наказ о том чтобы все поколения они учили на своем уровне и если поколение будет заниматься той задачи которую бог поставил то общество будет богобоязненным и чтобы те в свое время могли рассказывать своему поколению в точности исполнять писание и также так так что мы видим пять поколений для здорового общества и не необходимо всего лишь одно поколение чтобы не говорила о путях божьих и не учила для того чтобы общество стало языческим показать вам пример вспомните вторую мировую войну немецкая германия они называли себя как христианами и они во имя иисуса они сжигали людей почему были ли они настоящими верующими нет почему они назывались верующим возможно матери и отцы были верующим возможно матери и отцы не смогли передать и не смогли наставить почему потому что и когда человек верующий он не будет принимать решение он не будет делать те команды которые противоречат писанию он будет все равно стоять на истине и если нужно потерять жизнь если нужно пострадать он будет это делать но он не будет делать называя себя верующим человеком и христианином и и не будет нарушать заповеди божье поэтому мы видим как важно чтобы родители могли быть и были верующими людьми и исполняли а теперь откройте второзаконие 4 9 если кто-то нашел прочитайте если нет я буду читать только берегись и тщательно храни душу твою чтобы тебе не забыть тех дел которые видели глаза твои и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твои мы здесь опять видим о том о повелении здесь конкретно повеление победой о них кому сынам твоим и еще кому и внукам твоим другими словами что бабушки и дедушки на нас и кто из нас бабушки дедушки и дедушки и кто из нас будет бабушками и дедушками это наказ это больше повеление чтобы ответственность учить и доставлять и она 21 15 хорошо я буду читать чтобы было быстрее да 21 15 когда же они обедали и шо говорит симону петру симон ионин любишь ли ты меня более нежели они петр говорит ему и так господи ты знаешь что я люблю тебя и шо говорит ему паси ангцев моих видите что он здесь говорит паси кого ангцы это он один раз а потом он говорит дальше еще говорит ему в другой раз симон ионин любишь ли ты меня петр говорит ему так господи ты знаешь что я люблю тебя и шо говорит ему что он говорит ему паси овец моих говорит ему третий раз симон ионин любишь ли ты меня петр опечалился и что в третий раз спросил его говорит спросила любишь ли ты меня и сказал ему господи ты все знаешь ты знаешь что я люблю тебя и шо говорит ему что он говорит паси овец моих истинно истинно говорю тебе когда ты был молод и припаясь вался на сам ходил их ходил куда хотел ну там да так дальше заметили вы что они будут здесь в этом отрывке а да да вы когда-нибудь замечали замечали да осознавали что ангцев он подразумевал маленьких детей а сейчас мы вы можете ягнят да другими словами что есть в атаре овцы и есть ягнята и и шо четко говорит любишь и ты меня так освоить я тебя люблю хорошо и любишь вот тебе маленьких младенцев учи любишь и ты меня ну конечно люблю тогда учи и взрослых людей я надеюсь что вы увидели вот эту связь между этими местами потому что было была одна женщина и я помню в школе рассказывала одну историю видение она видела корабль и в море и на этом корабле были моряки а за кораблем много-много людей и они все тонули и было такое клич чтобы спасать этих людей и в общем начали спасать на борт тянуть этих людей моряки начали спасать и когда ближе она увидела что эти моряки они были маленькие дети и пришло время где как пришло время что много людей было на корабле и уже те которые спаслись они уже не хотели других спасать потому что слишком много было людей на корабле но эти маленькие дети они хотели еще больше и больше спасать людей и вот в этом виде не это женщина говорила о том что она верит что маленькие дети они намного быстрее будут говорить и будут свидетельствовать о господи то что их сердца они такие чистые они хотят чтобы всем было хорошо и чтобы все спасали чтобы никто не умер и чтобы всем было хорошо и мы вчера говорили помните о том что мы говорили о статистике вчера вот я еще раз повторюсь что когда делали опрос когда же люди из когда же люди получили спасение и когда спрашивали то 1 процент людей ответил что они приняли и шуа в сердце когда им было до четырех года 85 процентов из них сказали что им было от 4 до 12 лет еще десять процентов сказали что им было от 13 до 18 и всего лишь четыре процента были взрослые вот эта статистика говорит о том что на самом деле мы прилагаем очень много усилий на то что на спасение взрослых и всю нашу энергию и церковную и общинскую мы тратим на людей уже взрослых а на детей мы практически не обращаем внимание хотя на самом деле вот это очень благоприятная почва которая может принести урожай сто и тысячу крат свое время когда наступит время был один известный евангелист двайт муди кто-нибудь слышал о нем да и случилось такое событие он приехал в один город к своему другу и там каждый вечер и проводил служение в различных местах и потом он встретился со своим другом на следующий день и друг его спрашивает ну как прошло служение ну он будет слушай замечательно два с половиной человека покаялись у меня на этом служению будет у отлично два с половиной то что два взрослых и один ребенок он говорит нет говорит два ребенка и один взрослый потому что ребенок взрослый он уже прожил пол жизни и у него всего лишь пол жизни осталось а ребенок он отдал всю жизнь и поэтому у него вся жизнь впереди и вот так вот он оценивал спасение и потенциал что можно что может сделать ребенок в жизни когда вовремя примет господа и будет исполнять то призвание к чему господь имел для этого ребенка если мы будем говорить сейчас о возрасте когда приходит ответственность когда приходит подотчетность для ребенка это очень важно знать какой же этот возраст потому что какую ответственность мы можем дать ребенку некоторые или религиозные группы считают например что есть определенные периоды жизни когда и ребенок может принять господа например хотя библия об этом конкретно не говорит о каком возрасте можно чтобы ребенок и молился молитвой покаяния например католиках и крестьяк новорожденных новорожденных детей и но когда им 10 или 12 лет только тогда им разрешают причастие принимать православной церкви что-то похожее протестантской церкви ребенок должен быть 12 лет обычно когда ему разрешают там даже причастие принимать я знаю в западных церквях разрешают когда человек осознан здесь в нашем регионе обычно когда проходят или водное погружение или когда родители разрешают но фактически опять таки ответственность на родителях как они считают нужным и и какой порядок вы каждой общине он разный поэтому обычно родители определяют и в согласии с и лидерами церквей общин где они находятся с какого момента они могут принимать и причастие и и шоуа помните когда он пошел в храм ему было сколько лет 12 лет помните когда он потерялся и где его нашли его нашли общающимся с учителями да и это говорит о том что он был научен путям божьим вы представляете себе 12-летнего мальчика общающимся с давайте как у нас с проповедниками с рэбом с учителями торы и он рассуждал и там написано что они дивились его мудрости правильно поэтому нужно принимать важное решение по отношению к детям когда им можно доверять или общаться или соответствии с писанием как родители считают нужным а поэтому атмосфера в семье очень важно не в некоторых семьях будут будет такая атмосфера что дети в 2-3 года они уже будут знать господа и они будут будешь спрашивать и ты знаешь ишуа да знаю где он живет он у меня здесь сердце и все зависит опять от семейного воспитания для других детей это будет например 6-10 лет для других 8 для других 12 это дети которые понимают что ишуа сделала для них но я верю что важно провести каждого ребенка в это состояние где он понимает осознает свою грешность и греховность и чтобы он пригласил ишуа свое сердце это важно пригласить ишуа в сердце и ребенок должен осознавать свою греховность и ну опять таки от родителей зависит когда тот возраст и повести в это и помогать ребенку расти в этом и таким образом они будут научены в господи и может быть очень простым образом может быть и для других нужно будет более длительное время поэтому очень важно бережно относиться помните как мы вчера говорили о том что дети даются нам на время они драгоценный дар они как сосуды они как сокровище поэтому мы должны к ним относиться бережно и очень быть чувствительны к духу святому как дух святой будет вести относительно каждого ребенка в отдельности потому что господь заинтересован в них и из-за того что они очень хрупкие господь господь поэтому дает родители чтобы они были как теми защитниками той охраной той ограды чтобы оберегать их от нападков врага молиться за них ввести их наставлять и я сейчас хочу рассказать вам как можно повести ребенка в молитву покаяния как они могут и принять господь на каком уровне это уже как только ребенок сможет уже начинать понимать мы можем это начать и я вам хочу показать пример например у меня здесь есть у меня здесь есть я называю это книга без слов да вы знаете да вы применяли когда-нибудь детям применяли работает да ну хорошо я тогда кто не знаком с этой книгой без слов хорошо замечательно эта книга называется книга без слов и я постараюсь немного рассказать ну во первых разные и можно использовать различные цвета и представьте себе что вот дед ваши дети и один ребенок в ноге много детей и вы можете взять желтую бумажку или золотую и вы говорите например эта золотая страница да и это напоминает мне о том месте которое далеко отсюда и там где живет бог и это место называется небеса небеса это такое чудесное место потому что там нет греха там нет болезни там нет грусти там все там все счастливы там все прекрасно все красиво все чисто там нету болезни и мы все хотим попасть на небо мы хотим попасть на небеса потому что там живет бог потому что там живет бог но вы видите эта черная страница и эта страница она напоминает грех знаете что такое грех грех это когда это все то что мы делаем что не угодно богу что богу не нравится и когда мы не послушны богу и бог называет это грехом и таким образом господь не позволит нам попасть на небеса там где все хорошо там где красиво где все чисто где прекрасно и поэтому мы не сможем попасть на небеса если у нас есть грех кто-нибудь из вас сделал грех а кто-нибудь из вас был непослушен маме или папе кто-нибудь из вас обманывал а ну мальчики и девочки кто-то дрался кто-то бил так вот он ударил видишь да вот 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 это называется грех вот это нехорошие нехорошие дела которые богу не нравятся правда не нравится а вам нравится когда вас обижают нет и богу тоже не нравится потому что бог вас любит и ну обычно вы спрашиваете чтобы быть уверены что они на самом деле знают что хорошо а что плохо и вот когда вот это вот если хорошо то мы идем сюда если плохо мы идем сюда и вернее не мы идем сюда а это не мешает нам идти туда а кто-то брал без разрешения что-то брал да ну в общем но после этого смотрите внимательно но есть вот такая такой цвет красный цвет красные это означает что бог послал мессию послал спасителя который умер и забрал вот эти грехи и он забрал но он умер на кресте и о и он заплатил цену крови и из-за того что он нас так сильно любит и и поэтому и поэтому для того чтобы наши сердца были чистыми и и чтобы мы были хорошими потом и и вы знаете царь давид царь давид был такой царь и он всегда молился богу боже сотвори сердце чистое во мне и пусть твой дух правый обновит меня и поэтому и шо пришел чтобы спасти нас от греха скажите скажите пожалуйста кто-то из вас хочет попасть на небо и да хочет отказаться вы хотите отказаться от грехов и и принять и шоу а да чтобы он он забрал все ваши грехи да хорошо тогда мы сейчас будем молиться мальчики и девочки и в общем мы господь молим сейчас что ты забрал грехи сереже и мы благодарим господь за то что ты сегодня сейчас омываешь его сердечко и оно чистое сегодня и ты его принимаешь свое царство и он сегодня пойдет на небо он будет сегодня на небесах вместе с тобою аминь аминь но вы знаете мальчики и девочки это еще не все после этого еще вот это вы видите а здесь у меня есть красивее на два цвета какой вам больше нравится первый на хорошо светлее зеленый цвет чудесный цвет правда а что вам напоминает зеленый цвет отлично а еще что зелень красиво правда все расцветает природа весна все растет и вы знаете бог сотворил все в этом мире чтобы росло и приносило плоды и правда вы любите фрукты и вы любите там вкусные там сладости до которые растет вот так вот господь бог хочет чтобы мы росли с вами чтобы мы были плодовиты что приносили свои плоды поэтому что нужно делать мы должны научиться что мы должны читать библию что слово божье говорит и мы будем мы будем это своего рода кушать эту пищу чтобы мы могли расти да и и нам нужно общаться с другими мальчиками и девочками с другими верующими чтобы мы могли вместе петь песенки чтобы вместе славили бога и таким образом мы будем расти и говорить с другими мальчиками и девочками что сделал господь вашей жизни что потому что господь хочет чтобы все попали на небесах чтобы никто и не остался в грехе как вы думаете детки смогут потом рассказать легко можно использовать более глубокие учения для и в каждых из этих цветов и которые например вы можете взять просто один 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 листочек и на основании этого листочка рассказать например о небесах да и все что он о небесах и посвятить то что дети у них концентрация внимание 10-12 минут и если вы сможете за 10-12 минут рассказать а иногда если меньше это вообще еще меньше это до 5-6 минут и вот как только чем чем короче чем чем проще вы скажете и вот сказали один урочек все нужно переключиться на другое мероприятие то что если вот когда мы видим как же читать писание для начала если два три предложения прочитаешь и все главное чтобы они заинтересовались и потом чуть побольше побольше мало-помалу заповедь на заповедь и золоте можно говорить еще когда ешуа вернется и вернется с небес и чтобы забрать нас что мы его увидим потом и что еще отдал свою задачу своим ученикам о том чтобы идти проповедовать чтобы мы не сидели на месте чтобы мы говорили продолжали и опять-таки что это наказ и это повеление от господа и применять писание на основании писания говорить детям об этом и что придет время где на небесах там не будет ни солнца ни луны а что вместо солнца и луны будет сам бог и он будет светилом и что там нет нужды в светильниках потому что всегда свет и что там не нужно ни лекарства потому что там нету болезни там не нужно там не будет плача потому что нет печали потому что мальчики девочки никто никого не обижает нам там все радуются там нету кладбища потому что никто не умирает там все живы и все счастливы и там нету церковных зданий почему потому что мы все будем жить в присутствии божьем и мы все будем наслаждаться его присутствием и и все это взято например с книги откровения вот эта книга и вот они сидят и себе представляют и библия говорит библия библия говорит что еще есть на небе или чего есть нету на земле и нету на небе и опять мы можем варьировать что есть на земле и что и есть на небе например мы берем эту же золотую страничку говорим что на небе будут золотые улицы мы можем взять и золотой фантик или золотую бумагу приклеить или отдельно золотые улицы они будут красивые чистые там будут тысячи тысячи ангелов ходить там будут и там книга жизни есть там большая такая книга и есть имена которые записаны там есть дерево жизни от которого можно напитаться там будет там будет даже место где мы будем жить и там будет все красиво и на самом деле там будет чудесно потому что мы будем жить с иешула он будет там и мы будем все радоваться там вместе с ним и мы ждем этой встречи мы ждем ожидаем что мы пойдем и встретимся с нашим господом а вот например когда мы говорим о грехе какую тему мы можем взять может 10 за вы можем взять адама и еву самый простой вот были такого и дядя и тетя или адам и ева адам и ева и они не послушались господа и и рассказать всю историю например взять сбытие и будет вот видите вот это представляет грех вот это то что они послушны были богу и они понесли наказание например красный урок мы можем применить для чего еще бог любит и а крови а ешуа о искупителях а мы можем даже во время пессаха вот и как и и бог избавил израильский народ by еще есть белый цвет мы можем применить белый цвет белый урок этого урок мы можем применить детям о воскресенье что и а его победе а ешуа победе над смертью зеленый цвет мы можем еще раз применить если взять новый завет а тимофея о том что добром воине о том как он возрастал у ног кого а бабушки и мамы мамы да потому что они они его учили а потом пришло время и апостол павел брала его собой но на служение там написано что и он был послушен и он был как добрый воин и опять таки вы хотите быть воинами для господа да конечно значит нам не необходимо будем расти да поэтому для каждого для каждого цвета можно придумать уроки и вот это даже для родителей и или в домашних условиях на каждый день мы можем взять один цвет смотрите и и и пусть даже пару минут но родители могут уже учить своих детей и применять различные фантазии да и для каждого из этого урока есть определенные учения места писания например я есть путь истинной жизни и опять быть творческими креативными придумывать и поэтому мы на этой ноте возьмем сделан перерыв сейчас